Привет, я Аида, у меня все о комнатных растениях. Сегодняшний ролик посвящен неприхотливой и красивой пепперомии. Поговорим о ее видах, сортах, наглядно покажу, как омолодить, начеренковать, расскажу несколько способов размножения, таких как листом, черенком и семенами. Давайте начнем, устраивайтесь поудобнее. А начнем мы с омоложения вот такого пышного, шикарного, разросшегося куста обычной пепперомии туполистной. На примере этого горшочка покажу, как омолодить растения и размножить. Она так сильно подросла, что самые высокие ветви начали заваливаться и стояли у меня, облокотившись о стену. Их я буду подрезать. Очень красиво смотрится, когда они вот так вот стоят, как центральные ветки, но со временем они, к сожалению, заваливаются, поэтому время от времени их надо черенковать и омолаживать. Эта пепперомия появилась у меня двумя веточками, которые я начеренковала на небольшие кусочки и сразу посадила в грунт. Вот так вот она выглядела два года назад. И уже через три месяца эти неказистые маленькие череночки разветвились и разрослись. И получился вот такой красивый аккуратный кустик. Обратите внимание, что я не срезаю короткие верхние черенки, а делаю кардинальную обрезку, срезая черенок прямо у основания горшка. То есть, где заканчивается горшок, там начинается срез. Таким образом, конечно, вы полностью оболваните, и первое время растение будет смотреться, мягко говоря, не очень, но буквально через месяц-два проснутся боковые побеги, и этот же горшочек будет смотреться очень пышной шампочкой. И чем чаще вы будете делать такую обрезку, тем пышнее будет растение. Так, свое растение за два года я омолаживала около двух-трех раз. Точно не вспомню, но два раза точно помню. И после такой обрезки, омоложения у меня получалось по три-четыре горшочка, помимо материнского растения. Сам маточный куст я пересаживать не буду, он неплохо себя чувствует. Пересадка была около года назад, если я не ошибаюсь. Единственное, я хочу его помыть, потому что очень-очень запылились листики. Растения свои я мою под горячим душем, настраиваю воду примерно 40-50 градусов, чтобы терпела рука. И вот таким вот образом смываю всю пыль. Стараюсь, чтобы слишком много воды в горшок, в грунт не попадало. Особенно за этим нужно следить зимой, сейчас ничего страшного, грунт весной просыхает быстро. После того, как я помою свое растение, я оставляю его в ванне, для того, чтобы лишняя вода полностью стекла с горшка. Вот столько черенков у меня получилось, и их я также хочу помыть от пыли. Пока мою свои черенки, расскажу вам, что делать после того, как вы их срезали. В идеале выждать 3-4 часа, для того, чтобы срез подсох. Но сейчас я этого делать не буду, потому что снимаю видео для вас, и это дело намного сильно затянется. С другими растениями лучше так не делать, так как пепперомия довольно-таки неприхотливое растение, и она это простит в весеннее время, тем более тепло. Единственный нюанс, я буду сажать в землю сухую и поливать сразу не буду, полью через 2-3 дня. Если же вы срез все-таки подсушите несколько часов, то полить можно не сразу, но хотя бы через 2-3 часа, не выжидать 2-3 дня. Как-то так. Вот такая гора черенков у меня получилась, некоторые из них слишком длинные. Я буду делить их на верхние черенки и промежуточные. Вершки посажу отдельно, чтобы сразу получить горшочки оформленные, красивые, и не ждать несколько месяцев, пока прорастут боковые побеги. То есть я посажу верхушки, и у меня сразу получатся красивые горшочки. Промежуточные черенки посажу в отдельный горшок, и им понадобится какое-то время, чтобы проснулись боковые побеги, и кустик обрел пышную форму. Точно так же, как я показывала, когда появилось это растение у меня, точно так же все будет происходить. А несколько горшочков с верхушечными черенками сразу можно будет пристроить после того, как они укоренятся. Такой вид пепперомии, как эта туполистная, можно выращивать, не укореняя в воде, а сразу воткнуть черенки в землю, они отлично там укоренятся. К таким пепперомиям относятся пепперомия рейндроп, клузелистная, туполистная, в общем, все растения, которые растут по вот такому типу, как вот этот стволик. Единственный нюанс, когда вы укореняете сразу в земле, это грунт нужно держать всегда слегка влажным, не пересушивать его первое время до тех пор, пока не прорастут корешки. На видео вы можете видеть, как я подготавливаю черенки к посадке сразу в грунт. Я отрезаю на всех черенках по два нижних листа, чтобы они не мешали поглубже заглубить, углубить стебель в грунт. Убираем отрезанные листья, вот столько получилось верхушечных черенков и вот столько промежуточных черенков. Пепперомия не требовательна к грунту, поэтому за основу я беру универсальный грунт, обязательно добавляю перлит и древесный уголь. Черенки буду высаживать вот в такие транспортировочные магазинные горшки. В идеале эти черенки высадить в прозрачные одноразовые стаканчики, чтобы наблюдать, когда прорастет корневая система. Но в данном случае мне нужны горшки пошире, потому что я планирую посадить много черенков в один горшочек. А стаканчики, они обычно узкие и в данном случае не подходят. Горшки землей засыпала не до конца для того, чтобы было легче следить за поливом. Если наполнить горшки доверху, грунта будет очень много и большая вероятность того, что он будет просыхать долго и черенки могут начать подгнивать. Места, где были срезанные листья, надо хорошенечко углубить в землю, тогда корешки легко прорастут во влажном грунте. В каждый горшочек у меня получилось высадить по 6-7 верхушечных черенков. И вот такой вот красивый пышненький горшочек у меня получился. То же самое проделываю со вторым горшочком. Высаживаю туда по 6-7 черенков. Второй горшочек готов. Точно таким же образом высаживаю промежуточные черенки по 5-6-7, сколько вместится, чтобы было красиво и не впритык. В итоге у меня получилось 2 горшочка с верхушечными черенками и 2 горшка с промежуточными черенками. После посадки черенков прошло 3 суток. Черенки выглядят хорошо, листья упругие, не сморщились, не скукожились. И вот в этот момент уже по прошествии 3 суток я обильно хорошо проливаю грунт. У нас на улице уже довольно-таки тепло, и я открыла балконный сезон. Потихоньку все череночки и все дубликаты будут переезжать на балкон. Еще у меня есть подобная многокистевая пепперомия. Тоже такая же по форме, только вариегатная. Точного названия сорта я не помню, но она очень красивая, когда загорает на солнышке. Растет у меня в 2 плети, и мне не очень нравится, что она такая жиденькая. Поэтому я решила ее начеренковать, так как она уже прилично подросла. Сделаю много черенков, и все черенки посажу в горшочек побольше. И со временем она так же, как и предыдущая пепперомия, разрастется, выдаст дополнительные боковые побеги, и будет у меня пышный кустик. Грунт использую такой же, и вот в такое красивое кашпо посажу, вставка будет вот такой транспортировочный горшок. Далее все делаю то же самое, как с предыдущим растением. Подготавливаю черенки, вытаскиваю из горшочка материнское растение, и высаживаю его посередине. По бокам заполняю грунтом, и в это же пространство, где я заполнила новым свежим грунтом, высаживаю подготовленные черенки. Прямо по кругу, вот так вот аккуратненько проталкиваю туда пониже, поглубже. Мне нравится, когда растение пышное и густое, поэтому все черенки я плотненько высаживаю рядышком друг к другу. Может показаться, что я посадила их слишком плотно, но на самом деле в будущем это будет очень красиво смотреться пышной густой шапочкой. Вот такая красотка у меня получилась. Еще у меня есть вот такая невероятно красивая пепперомия сортовая саркофила. Не очень у меня росла зимой, я ее немножко заливала, поэтому она покрылась вот такими черными пятнышками, но несмотря на это она все время обильно активно цветет, но не хочет выдавать мне новых листьев. Первое время я эти цветоносы удаляла, они отваливались сами, но последнее время я забила и оставила ее в покое, и вот на цветоносах появились семена. И, конечно же, я решила их попробовать прорасти. Если честно, я этого никогда не делала. В интернете вообще не нашла ни видео, ни картинок, ни инструкций, какие-то краткие описания, как это делать я все же нашла, но мне кажется, этого очень мало, поэтому я решила попробовать записать инструкцию, как это делать. Если получится, я обязательно сниму продолжение и покажу, расскажу, как это происходит. Вот тут я пытаюсь собрать семена, они очень мелкие, очень липкие, от руки не хотят отсоединяться. Некоторые уже попадали сами, их я тоже собрала и пошла все это дело высеивать в тепличку. В качестве теплички использовала одноразовую прозрачную креманку с крышкой. Все тот же рыхлый грунт с добавлением перлита и угля. Засыпаю грунт на половину стаканчика, ничего не трамбуя и не уплотняя. Далее грунт нужно хорошенько увлажнить. В воду я добавляю HB101. Вы можете добавить любой другой стимулирующий препарат, типа эпина или циркона. Хорошенько увлажняем, желательно делать это с пульверизатора, не с лейкой, а таким образом грунт промокнет, намокнет, увлажнится равномерно. Также понадобится зубочистка, немножко воды для того, чтобы макать зубочистку, и семена лучше прилипали к зубочистке. Набираем зубочисткой семечку и высаживаем ее в грунт. Если честно, они не хотели прилипать к зубочистке, потому что они уже прилипли к бумаге. Они очень-очень липкие, я напомню. Я не знаю, прорастут семена или нет, но я очень люблю такого рода всякие эксперименты. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь обязательно на мой канал. Если семена прорастут, я обязательно покажу и расскажу. Не прорастут, тоже все покажу и честно расскажу. Поверх семян грунт досыпать не нужно. Нужно сверху еще раз увлажнить, закрыть крышкой и убрать в теплое темное место. И ждать, периодически проверяя. Пару недель назад я выкладывала видео, как я пересаживала вот эту арбузную шикарную пепперомию на фитильный полив. Здесь обычный грунт с добавлением разрыхрителей. Очень много черенков посажено в один горшочек. Фитилек, водичка и вот такая вот пышная пепперомия обеспеченная. Единственное, очень важно следить, чтобы вот здесь вода не заканчивалась и не пересыхал грунт. Иначе крутиться будут вот так вот листочки, закручиваться будут неровные края. Если будет стабильно влажный грунт, умеренно влажный грунт, то будут ровненькие листики. А если дать еще много яркого рассеянного света, то они будут еще и большие. Вот пришла весна и увеличились листики сразу. А это зимние листики, мелкие. Вот такая вот красотка. Как размножить пепперомию семенами я показала. Теперь хочу рассказать, как это сделать листом. Вот это вот старый материнский лист, который отвалился то ли при пересадке, то ли просто сам по себе отвалился. Я его не стала выкидывать и посадила во влажный грунт. Он там отлично укоренился. Сейчас того, правда, не видно. Укоренился и пошел новый рост. Листочком можно укоренять вот таким полноценным листом. Можно отрезать половинку листа, посадить во влажный мох, перлит, либо грунт и в тепличку. Там он укоренится, прорастет и будет у вас новое растение. Вот такая красота. Вот столько черенков выросло с одного листочка, с половинки листа. Я сажала его в мох и в тепличку. Видео про него вы можете посмотреть в ролике про мини-тепличку или флорариум. Называется, точно не помню. Пройдите, посмотрите, поищите. Очень интересно. Также в той тепличке у меня пророс листик вот такой пепперомий хоп. У меня был красивый пышный куст, но зимой я его залила. И остался один листик, который я закинула в тепличку. И вот так вот он через какое-то время пророс. Очень долго прорастает листик, конечно. Намного быстрее размножать черенками, нежели листами. Но все же, если у вас есть только листик, можно его не выкидывать, а попробовать прорастить. Еще у меня есть вот такая очень красивая пепперомия ангулата. На самом деле она смотрится намного красивее, если посадить больше черенков в горшок. Так она немножко лысовато смотрится, на мой вкус. И вот такие вот крупные листики она дает только при очень ярком освещении. То есть света ей требуется много. Если света будет мало, будут увеличиваться вот так вот междоузлия и мельчить листики. По одному листику с междоузлия будет давать. А если будет много, то этих листьев вот по три штуки с междоузлия. Так что пепперомия, именно вот эта ангулата, очень любит яркое освещение. Тоже пыльное. Сейчас начеренкую и помою ее. Чтобы не затягивать видео, покажу вам уже начеренкованные и укоренившиеся черенки. Вот там у них очень так зеленая вода не видно, да? А нет, вот видно. Вот такие вот у нее корни. Точно так же, как с предыдущим растением варегатным, я показывала уже, вытащу материнское растение, соединю с черенками, посажу в один варшочек. Так она будет пышнее. Вот. И буду искать ей место намного ярче. Вот так вот она цветет, кстати. Очень мелкие цветоносики такие, невзрачные. Вот, их очень много по всем побегам, на концах всех побегов. Вот, и туда даже в гашок спряталась. Вот такая вот красота. Пыльная, вообще времени не хватает на свои цветы, их очень много. Сейчас я ей устрою душик. Ну что, видео про пепперомии подошло к концу. Я рассказала вам все, что знаю про пепперомии. Показала свои. Забыла, увидела в кадре и вспомнила, что забыла показать вам еще одну свою пепперомию. Про страту или черепашка. Ну да ладно, покажу ее как-нибудь в следующий раз. А вы пока подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить лайк, мне будет очень приятно. Делитесь в комментариях, как вы относитесь к пепперомиям. Какие необычные сорта вы знаете или имеете у себя в коллекции. Обязательно поделитесь, будет очень интересно почитать. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока!